Доброе утро, уважаемые студенты! Итак, мы приступаем к новой дисциплине, которая называется Теория и методика преподавания восточного танца. Я бы, скорее всего, эту дисциплину назвала Теория и методика преподавания танцев народов Востока. Включают в себе такие разделы, как узбекский танец, три стиля его, три школы, уйгурский танец, где говорится о четырех разделах и в то же время о танцевальном наследии, как чинтахсосулы. Таджикский танец, кулябский стиль изучается. Далее, значит, работа с эксуарами. Это очень интересная тема, которая показывает и изучается именно методика использования технических моментов, используемых в таких эксуарах, как веер, инструменты цимбала, платочков. В народности многих народов встречаются такие платки или же платочки, шарфы и так далее, эксуарчики. Итак, сегодняшняя тема нашей разделы — узбекский танец, который состоит из трех основных школ. Это ферганский, хорезмский и бухарский. Сегодня мы пройдем именно ферганский стиль, который отличается своей особенностью. И влияние именно религии, вы знаете, знакомы, что религия большую роль играла во все века и оставила какие-то свои отголоски в танцевальном искусстве каждого народа. Поэтому ферганский стиль, манера исполнения женского танца, в нем не существует такого прямого взгляда, взгляд из-под ресниц. Это плавные, нежные переходы рук. Это контиленность в движениях. Это особенность ходов мягких. Но бывает, вы можете поспорить, что бывают танцы двухчастные, где есть медленная часть, есть быстрая часть. Совершенно правильно. В быстрой части, несмотря на это, все равно округленные ручки, взгляд, оно остается в любом случае. Мужчком танцы так разделить, то в нем, конечно, это динамика, это строгость, это жесткость, это работа плеч, это работа рук. Я думаю, что сейчас в данном случае я вам покажу небольшую свою презентацию. Посмотрите, какие основные положения ног, рук бывают в узбекском танце, в эрганском стиле. Итак, узбекский танец, который до нас дошел в разных формах. Если исторически еще просмотреть, это большое наследие, которое называется катауэн. Катауэн есть и одноименное название танца, и в то же время это цикл движения, это экзерсис, так если взять по академическому классическому танцу, можно сказать, что это экзерсис узбекского танца. Существуют танцы малых форм под общим названием хуанабазом ойен, комнатное развлечение. Это в основном женские танцы, которые исполнялись в женской половине. И именно в средние века, которые зародились, это хуанабазом, да, то в женской половине, так скажем, то оно сейчас существует как в женском танцевальном наследии. Особенно оно красиво, прям так скажем, звучит в мухамах. Шаш-мухам есть такое наследие, где именно вот это классическое наследие передается в малых формах. Существуют театрализованные танцы, существуют цирковые танцы, затем, ну, просто народные пляски импровизационного характера. Импровизация вообще, конечно, присуща любому народу, да, и импровизация – это особый вид и форма танца, скажем, который рождается сиюминутным исполнителем, данным исполнителем, который является и педагогом, и исполнителем, и режиссером, он же и балетминистром, он сочиняет ежеминутно все сразу. Итак, выделили мы три стиля и идем в ферганский стиль. Вы сейчас видите на своем слайде, я вам покажу, особенности костюма узбекского ферганского стиля. Мы когда видим, то сразу говорим, ханатлас и камзол тюбетека на голове – это и есть ферганский стиль. Это узбечки, все, это однозначно, и никто не может ошибиться в этом. Да, мягкие ручки, но вращение кистей не как казахско может быть сильное, да, оно на четверть идет, на четверть вращается кисти рук. Итак, далее переходим на поклоны. Женские поклоны имеют два вида. Это поклон у плеча и кивок такой небольшой головой. И второй вид поклона, когда правая ручка прикладывается поверх левой. Я думаю, что мы это можем еще в зале пройти, чтобы показать именно практическую часть. В данном случае мы только рассматриваем теоретическую часть так. Так, поклоны мужские. Четыре пальца вместе жестко к плечу, да, и кивок только головой. Или же двумя ручками, прикладывая к плечам ручки, и опять-таки головой киваем. Это мужской поклон. Вот основные положения ног. Основных положений ног семь. Исходное положение – ножки вместе. Вот, раскрывая через невысокие пальцы, это вторая прямая, да, но в узбекском это первая позиция. Через поворот на стопе ножку и опустив пятку, мы встаем во второе положение. Ну, если сравнить с народной синичкой, оно получается, ну, почти как третье, только на расстоянии, да. Третье положение – это батман-тангью назад получилась ножка. И через пассе-портера ножку выносим вперед. Четвертое положение – опускаем пятку, центр тяжести под центру, и получается у нас пятое положение ног. Далее идет шестое положение. Это хорошая подушечка, центр тяжести на передней ножке и перекат на заднюю ножку. Невысокий каблучок, невысокое поднятие носочка. Есть седьмое положение. Положение рук, естественно, соответствует положению ног. Их тоже семь. Исходное положение – руки вдоль корпуса. Раскрываем ручки в сторону и через акцент, поднимая кисти запястья вверх, первое положение. Второе – это поднимаем руки вверх, доводим ручки до, скажем, перед собой и как бы заглядываем в восьмую точку. Чуть корпус подать вперед. Хотела обратить внимание на то, что действительно положение корпуса вообще в танцах народа Востока, он немного распределяется над носочком. Освобождаем пятки свои, потому что движение, особенно очень как движение ходы различные в ногах, у многих народов требует освобождения, чтобы легко двигался исполнитель и была воздушность в каждом движении. Различные, да, так скажем, ручки перед собой, руки в третьей, так скажем, перед собой в первом, если брать классическое положение, да, позиции рук. Ну а сейчас, в данный момент, видите, характерные руки, их очень множество, большое, огромное множество. Вообще богатство узбекского танца заключается и их легенда, в наскальных рисунках, да, и действительно ученый Авдеева, который, изучив, очень много оставил после себя, а по методике изучения танца, очень большой цикл книг выпустила Розия Каримова, это и ферганские танцы, это и танцы Равиа Тажановы, в исполнении Равиа Тажановы, хорезомского стиля, это и бухарские танцы, танцы постановки Сахара Акилова, танцевальные наследия ансамбля Бахор, эти все уникальные книги, оставленные на Розе Каримовой. Благодаря ей это действительно то сокровище, которое теоретически, так скажем, оставлено для следующих поколений. Ну, если в данном случае вы видите движение Бальхучар, то есть обнимание себя за талию, да, и здесь у нас на занятиях, так скажем, да, на наших уроках мы проходим просто знакомство, мы не проходим все полностью, мы основные движения, которые встречаются, да, встречаются движения, которые у лица, да, такие движения, рук направлены мизинчиком, есть Ля Бешеркар, которая от губов, да, идет движение, очень много-много разного движения, богато комбинированного движения, особенно в ферганском стиле, если взять макомы, которые вообще ближе к классике, к классическому танцу, и в нем все летящее такое, да, и есть алянжи в руках, какие-то арабески, это все действительно уже синтез сценического танца, движение гульбархи, лепестки, но все в любом случае взято основами всего этого является фольклорный танец, и вы знаете, что фольклор, это кладезь, откуда берут, до сих пор черпают каждый балетмейстер, каждый режиссер-хореограф. К ферганскому танцу мы можем отнести узбекский, значит, мужской танец, андижанка, хотя его очень танцуют и женщины, это обычно шуточный такой, веселый, огненный танец, жизнерадостный, где действительно исполнитель друг перед другом сощезается, показывая игру мускул своих, показывая, насколько он сильный, но бывает такое, что и в танце ставится в настоящее время, да и в народе танцуются, состязается девушка с парнем, такой дуэт бывает, такое парное исполнение, оно очень интересно, и особенно во время всяких праздников, как Навруз, там еще календарные праздники бывают, Гайтнам, Байрам, да, вот на этих праздниках действительно видишь эти красочные костюмы, красочные танцы. Женский костюм ферганского стиля, вы видите, что оно сделано в основном из хан-атласа, здесь шелковый атлас, да, из хан-атласа, который состоит из камзола, из платья, камзола, и обязательно здесь шаровары, которые прикрывают щиколотки, украшены тесьмой жияк, да, на голове тюбитеечка. Мужской танец, костюм мужской, он больше из полосатого, так называемого, бакасам, из бакасам ищуется, или длинный чапанчик, или короткий камзол, як так, внутри рубашка, да, бельбах, пояс и шаровары, естественно, заправленные в сапоги. Фактически я вам скажу, что вот это самый-самый краткий обзор, теоретический обзор, о ферганском стиле. Но если брать историю, чисто с научной точки зрения подходить, там очень-очень много. Там действительно только Аукатауин, который был составлен в свое время уста Камилом, это очень-очень, так скажем, огромный кладезь. И я скажу, что действительно танцы по дойру, это специфические уроки, это специфика узбекского танца, который требует отдельного рассмотрения. Поэтому на сегодня мы закончим ферганский стиль на этом, и если будет возможность, мы вам покажем свое видео. Два, два, три, три! У, чисто! Спасибо. До свидания.